Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим бисквитный торт со взбитыми сливками и ананасом. Для приготовления бисквита нам потребуется 6 яиц, я взяла отборные, 1 стакан сахарного песка, 2 стакана муки, 1 пачка разрыхлителя теста весом 10 грамм, 6 столовых ложек растительного масла. Для крема нам потребуется 500 миллилитров сливок для взбивания, 33 или 35 процентной жирности, а также 100 грамм сахарной пудры. Для начинки нам потребуется кольца ананаса. Смешаем 1 стакан сахарного песка и 6 яиц. Все это мы взобьем с помощью миксера, масса должна увеличиться в 2,5-3 раза. Вот такая масса должна получиться. Добавляем 6 столовых ложек растительного масла. Аккуратно вмешиваем. Добавляем муку. Муку пока полностью не размешали, в муку добавляем разрыхлитель. В пачке будет достаточно. И теперь муку аккуратно вмешиваем снизу вверх. Добавляем второй стакан. От того, как хорошо вы взобьете яйца с сахаром, у вас будет зависеть пышность бисквита. Разрыхлитель, он лишь закрепит эту пышность, ну и поднимет чуть-чуть еще. Тесто у нас готово. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом. При необходимости можно использовать бумагу для выпечки. Смазываем хорошо как дно, так и бока чаши. Тесто выкладываем в чашу мультиварки. Закрываем крышку. Выбираем меню, режим выпечка. Один час. Через час бисквит будет полностью готов. Прошел час. Такой бисквит достаточно высокий у нас получился. Посмотрим, пропекся ли он. Как мы видим, на зубочистке ничего не остается. Можно доставать. Доставать будем с помощью корзины пароварки. Вот такой бисквит у нас получился. Оставим его остужаться прямо на корзине пароварки. В это время приготовим крем. Берем сливки для взбивания. Я открыла пакет полностью. Как вы видите, на самом пакете изнутри сливки тоже остаются. И перекладываем сливки. Сливки должны быть охлажденные, чтобы хорошо взбивались. Берем сливки для взбивания. 33 или 35% жирности. Они должны быть хорошо охлаждены. Тогда они будут хорошо взбиваться. И начинаем взбивать. Как только сливки начинают сгущаться, видите, остается такая тягучая масса на венчике. Мы начинаем потихоньку добавлять сахарную пудру. Частями. Вот такие по консистенции должны получиться сливки. Они должны держать форму. При желании можно добавить щепотку лимонной кислоты. Тогда сливки будут более густые. Главное, сливки не перевзбивать. Иначе у вас получится масло. Готовый крем я убрала в холодильник. Теперь подготовим коржи. Бисквит у меня полностью остыл. Делаю надрезы. И с помощью нитки разделю на 3 части бисквит. В образовавшийся прорез вставляю нитку. И концы нитки стягиваю между собой. Вот такой бисквит внутри у нас получился. Таким же образом делим и вторую часть. 6 колечек ананасов я оставила для украшения. Остальные нарезаем небольшими кусочками. Теперь нам необходимо коржи пропитать. Пропитка у меня будет сока ананаса. Я чуть-чуть разбавила водой, чтобы не было приторно-сладко. И каждый корж пропитываем. Если вы будете использовать неконсервированные фрукты, то пропитку можно сделать из смеси сахара и воды. И добавив туда, к примеру, столовую ложку коньяка для аромата. На пропитку всех коржей у вас должно уйти 1 стакан жидкости. Приступим к сборке торта. Сливок должно хватить как на прослойку, так и сверху и на бока торта. Поэтому выкладываем не очень толстым слоем. Теперь сверху половину мелкопорезанных ананасов. В принципе, это может быть клубника, вишня, то, что вы больше любите. Абрикосы, персики. Выкладываем следующий слой. Оставшийся порезанный ананас без жидкости. И верхний слой. Также взбитые сливки. Обмазываем не только верх, но и бока торта. Бока торта я украшу вафельными трубочками. Я их разделила на две части. Чтобы они хорошо держались, необходимо, чтобы сам торт был хорошо смазан. У меня на боковое украшение ушло 190 грамм таких палочек. То есть, целая упаковка. Я пока связала это ниточкой, чтобы они успели прилипнуть. Уберу в холодильник и подготовлю украшение сверху. Для украшения я буду использовать ананас и киви. Киви я почистила. Порежу теперь кружочками. Ананас разрежу наполовину. Теперь украсим торт сверху. Вот такой тортик у меня получился. Давайте посмотрим, как тортик выглядит в разрезе. Вот что у нас получилось. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Приятного чаепития. И до новых встреч!